В сложное время найти точки роста и не просто пережить кризис, а выйти из него с плюсом. В Златоусте это реально считают участники рабочей группы, которая разрабатывает план развития округа. Накануне они собрались, чтобы обсудить, как использовать особенности нашего города, чтобы даже в кризис они приносили прибыль. В составе рабочей группы предприниматели, экономисты, представители сферы туризма. Всем вместе им предстоит запланировать те мероприятия, которые помогут Златоусту оставаться на плаву, несмотря на перипетии в экономике. Глава города считает, что план должен включать именно златоустовские особенности. То, что привлечет инвесторов и принесет прибыль в будущем. Например, правильно использовать образовательный и промышленный потенциал. Мы понимаем, что Златоуст это машиностроение, металлургия, ремесло, малый и средний бизнес более специфичен. Но вот несколько направлений, которые являются основными, и хочешь не хочешь, вот об этом стоит заявить. Это должно быть являться нашей сильной стороной, потому что, в отличие, допустим, если МИАС в большей степени усиленно машиностроение, то Златоуст это сопряжение и металлургического комплекса, и машиностроения. И под эту задачу мы пытаемся сформулировать возможных инвесторов. Большое внимание в программе развития уделено одной из самых выдающихся для Златоуста сфер – туристической. О поддержке туризма сейчас заявлено на всех уровнях власти – федеральной и областной. Губернатор Борис Дубровский заверил, что на развитие этого направления деньги найдутся. Главное – грамотно продумать и правильно подать собственные преимущества. Вячеслав Жилин со своей стороны дал задание участникам рабочей группы, что называется, приземлить все проекты. Каждый из них должен содержать конкретные указания, которые в любой момент можно воплотить в жизнь. Обсуждение программы развития Златоуста продолжается. В итоге она будет представлена главе региона.